Боевой настрой есть, воля к победе тоже. Уже в седьмой раз во Дворце спорта «Видное» прошел открытый кубок Ленинского городского округа по рукопашному бою. Сегодня на соревнованиях присутствует порядка 400, ну где-то 450 участников, 17 команд. Плюс проходит параллельно кубок Московской области по мужчинам, где-то еще порядка 100 участников. Оснащение Дворца спорта позволяет без проблем проводить такие масштабные соревнования. Год от года в турнире принимает участие все большее число участников. В этот раз к столичным и областным спортсменам присоединились бойцы из Ленинградской, Курской, Владимирской областей. Соревнования – важный момент в жизни каждого спортсмена. Это определенный этап, возможность показать свои способности и понять слабые места. Несмотря на то, что этот вид спорта традиционно считается мужским, на татаме немало девушек. Двухкратная чемпионка Кубка России Анастасия Коваленко сегодня радуется очередной победе. Это результат долгих и упорных тренировок. Тренироваться, не сдаваться. Если проигрывать, все равно надо сдавать и идти дальше. Подобные соревнования – это всегда неизменная буря эмоций на ринге. А вот за его пределами бойцы часто оказываются друзьями. За семь лет в большом спорте видновчанин Матвей Холин из клуба «Десантник» не только стал победителем и призером различных всероссийских кубков, но и обрел немало единомышленников. Да, причем уже очень часто. Но как бы на ковре приходится как бы с соперниками становиться, а потом уже сразу после боя снова пойти, общаться, дружить. Вот и его одноклубник Давид Качадрян сегодня на соревнованиях. По возрасту он не попал в число участников турнира, но выступил в роли рефери. И задача эта, по признанию парня, нелегкая. Да, уровень высокий. Все соперники достойны и показывают зрелищные бои. Сильные очень бойцы. Призовые места розданы, победители этого года определены. Но и те, кто уехал домой без заветного кубка, не отчаиваются. Ведь трекопашный бой – это больше, чем спорт. Это стиль жизни. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.